Где газ, там безопасность. Накануне Дня Победы компания «Газпромгазораспределение Барнаул» дарит ветеранам Великой Отечественной подарки – газовые плиты и котлы. С наступающим праздником тут вам пьезорожек и такой небольшой подарок. Главный презент – котел размером почти самого ветерана Федора Потапова. Куда поставить новое оборудование в его доме давно решили. Вы понимаете, что вот это уже второй век будет. Трубы все проведены, только увариться и все. Скоро отапливать дом будет намного проще – поворотом руки. Сейчас же Федору Федоровичу помогают внуки, хотя мужчина в свои 97 лет сам набирает уголь в ведра. А почему бы нет? Это жука больная, а это ничего, и пошел. Выпаде еще и зарядку делаете? Обязательно. Ну, всяко, всяко надо. Иначе не ходить не будешь. Федор Федорович прошел оба белорусских фронта – Польшу, Германию. В последний провел еще пять лет после Победы. Научился там фотографировать и после развивал это искусство на Алтае. Каждый год весной компания «Газпром» совместно с Краевой соцзащитой и местными администрациями ищет ветеранов, которым нужна замена оборудования. Не дожидаясь заявок, сотрудники привозят новые аппараты и сразу же их подключают. Везде, где природный газ есть, мы таких людей находим и к празднику делаем им небольшой подарок. Приятный сюрприз, потому что на сегодняшний день и плиты, и котлы стоят больше 20 тысяч, и больше 30 тысяч. Делаем упор на безопасность, поэтому стараемся выбирать там, где оборудование уже свой срок изработало, и ставим новое оборудование. Новое оборудование поставляют во все участки до газификации в Крае. Тольменский, Павловский, Первомайские районы, Белокуриху, Барнаул. В Краевой столице ветеранам вручили газовые плиты. Один из получателей – Семен Белозерцев. Вы на плиту поставили. Большое вам спасибо, что ветеранов не забываете. Все горит. Новая плита заменила уже вышедшую срок эксплуатации и в семье Дмитрия Куценко. Подарок принимает сын ветерана Евгений. Состояние тяжелое было, но сейчас он уже начал поворачиваться, даже садиться. Воспаление легких было. По словам Евгения, его отец, как и многие ветераны, о Ване не рассказывал. Но у него сохранились снимки с фронта, на который Дмитрий Васильевич ушел в 43-м. Прошел Москву, Манчжурию, Корею. Домой пришел в 49-м на своих ногах. Почти все получатели нового оборудования старше 95-ти. Для них дорого и внимание, и комфорт, который несут современные аппараты. Благодаря подарку дом Григория Семака переведут на котельное отопление. Проще, да, и безопаснее. Главное, что безопаснее, что все-таки котел такой, он нормально, хорошо работает, уже проверено. Этот день победы Григорий Семенович признался встретить по традиции со стопкой фронтовой. Однополчан уже не осталось. Парад будет смотреть в кругу семьи. На 100-летний телек приеду. Надо будет держать, держать, держать. Так вот, установку. Кроме того, по новому закону о бесплатных поставках газа для вечных огней и огней памяти, включенных в реестр Минобороны страны, Газпром взял на себя еще одно обязательство. Собираем сейчас с муниципалитетов, там, где природный газ уже проведен, в населенных пунктах заявки по переводу вечных огней на использование природного газа. Оплата за потребление газа для вечных огней берет на себя ПАО «Газпром». Впрочем, как и покупку оборудования – плиты, котлов для ветеранов и узников концлагерей. В компании подчеркивают, главное – безопасное использование и удобство. Особенно для тех, кто когда-то подарил нам мир. Субтитры создавал DimaTorzok